Приветствую всех на моем канале, сегодня я расскажу о нескольких интересных и таинственных на мой взгляд островах, которые считаются опасными и недостижимыми чужаками извне. Очень надеюсь этой историей немного скрасить ваш досуг. Итак, давайте начнем. В 2020 году на нашей планете все еще есть острова, которых не касалась рука современного человека. Природа в этих местах тысячи лет оставалась неизменной. Представьте себе есть люди на таком острове и они понятия не имеют о прогрессии и цивилизации. Такой остров и правда существует, но поездка туда незаконна и несет немало опасностей. Остров Северный Сентинел расположен в Индии в Бенгальском заливе, и если вы захотите туда добраться, то ничего не получится, поскольку любые поездки в эти места запрещены законом с середины 20 века. Индийская береговая охрана предотвращает все попытки туда добраться, однако путь, вам преградит не только закон. Представьте, что плывете к этому острову на маленькой лодке. Вода прозрачная настолько, что видно плавающую рыбу и прекрасные коралловые рифы. Впереди заметны очертания острова, он похож на рай. Остров так прекрасен, что заметны лишь пальмы, песок и лазурная вода. Но подплыв поближе вы замечаете каких-то диких людей на берегу. И чем ближе вы подплываете, тем больше замечаете, что вам вовсе не рады. В вашу сторону летят копья и стрелы. Они стоят с копьями и луками выкрикивая что-то на странном языке. С жестами они говорят, что вам лучше убраться подальше от этого места. Сентинельцы очень агрессивно охраняют свой остров и они никому не рады. Они хотят оставаться изолированными от остального мира. Даже когда к северному Сентинельскому острову подлетел вертолет, племя забросало его стрелами и копьями. Власти запрещают приближаться к острову, потому что это небезопасно для туристов. Они хотят защитить островитян от угроз современного человека. Ведь люди могут привезти на остров болезни и инфицировать местных жителей. Может не быть иммунитета даже к гриппу или обычной простуде. Но несмотря на все запреты и угрозу жизни многие люди пытались туда добраться, порой у них даже это получалось. Так в 1880 году офицер Морис Портман отправился к берегу острова и обнаружил, что он окружен известняком и коралловыми рифами. Почва на острове идеально подходила для выращивания кокосовых пальм. Портман увидел на острове несколько деревень, но покинул этот зеленый рай, так и не приблизившись к местным. Исследователи часто преподносили островитянам подарки в виде пойманной рыбы и местные жители принимали их. Однако не позволяли никому приблизиться к своему дому. Подружиться с местными была сложной задачей еще и потому, что они общались на сложном языке, который никто не мог понять. Но за несколько десятилетий современным людям удалось наладить контакт лишь в 1991 году. Тогда один из местных жителей приблизился к плывущей лодке и взял подарок. В том же году островитяне поднялись на лодку и приняли мешки кокосов от команды антрополовов. Это был один из последних положительных контактов с племенем. Веками сентинельцы жили самостоятельно вдали от цивилизации. Правительство Индии хочет, чтобы так продолжалось и дальше. Есть еще один остров. Он намного более опасен, чем предыдущий. Маленький загадочный зеленый остров находится в 40 километрах от побережья Бразилии и тоже напоминает райский уголок. Современный человек оставил на нем свой след в виде маяка. Но внутри нет ни души. Иногда на маяк поднимается береговая охрана, чтобы проверить все ли в порядке и нет ли на острове чужаков. Людям не разрешено высаживаться сюда для их же безопасности. Единственные кто здесь живет это змеи. Остров является домом примерно для 4000 видов этих рептилий. Они висят на деревьях и ползают по земле. Здесь у них нет врагов, а питаются они птицами. Но хуже всего то, что эти змеи одни из самых ядовитых на планете, а островной Бат-Робес уникальный вид змеи. Когда-то змеиный остров был частью материковой Бразилии. Но примерно за 10 тысяч лет уровень воды поднялся. Таким образом материк разделился на части и так образовался этот змеиный остров. За исключением птиц эволюция подарила им мощный яд, чтобы ловить добычу одним укусом. Следующий остров, где вам лучше не появляться это остров расположенный в канале Сачемелька, в 17 километрах от Мехико. Здесь нет ни ядовитых животных, ни враждебного племени, к тому же разрешено посещение острова, но скорее всего едва ступив на землю вы сразу же захотите уехать отсюда по собственному желанию. Ведь по всему острову на деревьях и старых зданиях развешаны жуткие куклы. Когда-то в 50-х годах один из жителей Мехико в одиночестве переехал на этот остров и начал вешать везде куклы. Десятилетиями он украшал это место куклами, которых он находил в свалках и в каналах вокруг острова. Висящие куклы выглядели довольно необычно и привлекли множество туристов. Но со временем они состарились и покрылись мхом. Позеленели и сгнили лица, принимая жутковатые формы. Это похоже на хоррор какой-то. Но хуже всего то, что по словам местных они видели, как кукла оживает по ночам. Просто жуть. Может это просто иллюзии сказочников, но представьте себя ночью в таком окружении и вам скорее всего тоже померещится нечто жуткое в темноте. А теперь отправимся на остров Буве. Один из самых загадочных островов в мире. Это один из самых изолированных на свете. Он расположен в южной части Атлантического океана в 2500 км от Южной Африки и в 1700 км от Антарктики. Добраться сюда непросто, это возможно только с помощью проплывающих мимо больших кораблей. Остров почти полностью покрыт ледником, а в его центре находится вулканический кратер. Единственные постоянные жители это пингвины и тюлени. Остров был обнаружен французским исследователем в 1739 году, однако координаты этого места записаны так и не были. Следующие 69 лет об острове ничего не было известно. Только в начале 19 века его наконец открыли заново. Однако нога человека вступила на берег только в 1927 году. Люди решили построить здесь метеостанцию. Прибыв на остров исследователи обнаружили кое-что необычное в небольшой лагуне. Среди тюлени они нашли спасательную лодку, она оказалась в хорошем состоянии и все еще могла плыть. Недалеко от лодки были найдены весла и небольшая медная цистерна. На лодке не было ни маркировок, ни эмблем, казалось будто корабль потерпел крушение и моряки спаслись на лодке. Однако на острове не нашли следов человека, кому эта лодка могла принадлежать ранее. А что произошло с ее пассажирами тоже никто не знает. Найдены были лишь человеческие останки на острове. Полагается, что эти люди или потерпели кораблекрушение и погибли на месте или они умерли от болезней. Возможно также полагать, что кто-то мог их убить и оставить на острове их тела. Но это лишь только версии, подтверждений фактами до сих пор не существует. Вот так друзья, пишите в комментариях какой остров вас больше впечатлил и чем. Спасибо всем за просмотр видео и было бы великолепно если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал в знак благодарности за мои труды. Всем пока!